День российской науки Наука преобразовала современный мир Мы живем в том мире, в котором создала наука Наука преобразует формы труда и быта Создает информационное пространство Обеспечивает перспективу энергоресурса Повышает качество жизни Реориентирует экономику Определяет глобальную политику и мировой порядок Это все наука Государство, не развивающее свою науку Неизбежно превращается в колонию Это предреклик Жерлёвки Я хотел бы перелистать некоторые моменты Которые говорят о том, как развивалась наука И кто вносил основные вклады В открытие, изменившее мир Тут существует, конечно, очень много возможностей Но ведь наука, она очень богатая И немного более 500 лет И считается, что основателем Ее являются Галилеи и Коперни Которые они впервые путем опыта Определили, что именно Земля Вращается вокруг Солнца Электрические орбиты, это Коперни Классическая механика теории гравитации Исаак Ньютон Теория электричества и электромагнитизма Фарадей Происхождение видов Дарвин Пастер Микробиология Рентген Эйнштейн Теория относительности Дмитрий Иванович Ненделеев Периодическая система Бантовая механика Нижбор С него она училась Джордж Леметер Теория большого взрыва Здесь, конечно, стоило бы иметь еще фотографию Нашего замечательного соотечественника Александра Фридмана Который один из первых Указал на возможность расширения мира Кстати, замечательная личность Унер в 1937 году Тифа Но до этого был героем Первой новой войны Летчик, георгиевский кавалер Александр Флеминг Открытие антибиотиков В 14-м веке Бубонная чума унесла Треть населения Более 200 миллионов Если в то время Открытие антибиотики Они остались бы живы Ну и, наконец, Джеймс Отсон и Франсис Крик Из всех этих замечательных лиц Которые вы видите перед собой Только Отсон еще жив И в 1953 году Именно эти два замечательных ученых Определили генетические годы Приводоноследствия Следующий вопрос Я хотел бы указать еще на определенные девизы науки На Бодовском озере Это Бодензея, которое мывает берега трех стран Всей Фейцалии, Германии Совершенно замечательное место Есть небольшой город Линдау И рядом там находится Вот этот остров Майнау Так называемый остров цветов Который лежит графиня Бернадот Отпрыску шведской королевской семьи И, кстати, родственницы Романовича Так вот, с 1951 года На этом острове И в городе Линдау Проходят встречи Нобелевских лауреатов С молодыми учеными Кстати, вот только сейчас Объявлен конкурс на то Чтобы молодые ученые Могли бы поучаствовать там Это замечательное событие Я думаю, что наши университеты В этом острове Так вот, в 50-м году На этом острове 18 Нобелевских лауреатов Вот их лица Все они неразличимы Вот это Брайан Джозефсон Заменитый физик Было объявлено, что наука Это путь к счастью человечества И МОТТО Девиз этих конференций Обучать, вдохновлять Велимент Несколько слов о том Почему, собственно говоря Именно наука Стала такой определяющей силой Развития нашего общества А произошло это потому Что наука создала метод Изучения природы и явлений Научный метод Ну или у Сандерва Ничего наслова Это лозунг Который был в 1662 году Королевским обществом Записан как основополагающий Для всех исследований Которые ведет этот образ Серхакадемии Метод состоит в следующем Наблюдение Из которого вырисовывается гипотеза Объясняющая то, что происходит От гипотезы переходим в теорию Моделя, партии Момони в свою очередь Формируют идею эксперимента Эксперимент происходит Результат наблюдения И мы двигаемся по этому циклу И в основе этого Лежат универсальные законы природы И принцип редукционизма Если наблюдаемое явление Его объяснение Так или иначе Не сводится К универсальным законам То есть законам сохранения Квантовой механики И другие, так сказать, известные принципы То это лженаука И вот этот замечательный метод Это именно тот подход Который позволяет развивать общество Научный метод выработал Объединенное правило Научное правило Не может иметь Неоднозначного толкования Не может быть субъективным Результаты предоставляются В форме, обеспечивающей проверку Это так называемое Пер-ревьюинг То есть суждения равными Это экспертиза Которая определяет Правильные результаты Или неправильные И результаты и выводы Открыты для широкого обсуждения Поэтому публикации Патенты Это о том Что является результатом Науки следащих Упоминаю Я уже говорил об этом Что важнейший принцип Научного исследования Это принцип фальсификации Вот это замечательный Замечательный философ Павл Раймонд Поппер Который сформулировал Сформулировал это в 1934 году Принцип фальсификации Который гласит Что накопление Большого числа Новых наблюдений Согласующихся С теми или иными Законами и критериями Не может рассматриваться Как их окончательное подтверждение Но один единственный факт Который противоречит Закону или теории Достаточно для того Чтобы они были отверстили Это принцип фальсификации Фальсификация первична Верификация вторична Это важнейший Главный принцип На котором основан Весь научный фактор Следующий И вот здесь я возвращаюсь Опять к леймдау И хотел бы Чтобы вы с большим вниманием Отнеслись К тому что Здесь написано Я пытаюсь это перевести В прошлом году Встреча нобелевских лариатов Была посвящена химии Одним из лекторов Кстати лекции Выставляются в интернет Их можно посмотреть На соответствующем Флэшплеере И это заставит Большую революцию Гарльд Кротом Один из первых открывателей Флэрек Вот пожалуйста Я попытаюсь это перевести Этическая цель образования Должна включать Обучение молодых людей Тому Как они должны Судить о том Что на самом деле Истина На основании того О чем им рассказывают И вот здесь Может показаться странным Что система знания Основанная на сомнении Фальсификации Может показаться странным Что система знания Основанная на сомнении Смогла стать Ведущей силой Построения Современной Цивилизации Блестящие слова Ученые не верят Они их проверяют И здесь я хотел бы Показать Это так сказать Чтобы не мог бы Уредить обстановку Ученые не верят Они не верят и друг другу Они проверяют друг друга Имеется такой вот журнал Который называется Так сказать Cold Fusion Это вот Холодный синтез Ядрный Я знаю Что у нас Профессор Малашевский Прочитал Нагличную лекцию На профессорском клубе По этому холодному Синтезу И вот Один из номеров Вот этого журнала До сих пор Нет абсолютно Точного Решения Это не лжа наука Даже если Так сказать Холодный синтез И состоится Он основан на Принципах Которые правят И посмотрите Вот в этом журнале Были собраны Некоторые Ученых Выдающихся Авторитетов Например Все Ученения Эдисона И его электрическая Лампы Оказались практически Неосуществуемы Так писала New York Times В 1850 году Невозможно Иметь летательные Машины Тяжелее воздуха Лорд Кельгер Президент Королевского общества Не думаю Что имеется Мировой рынок Более чем Для пяти компьютеров Это президент Идея В 1942 году А вот это Совершенно замечательно Билл Гейтс 640 Кельт Достаточно Для любого пользователя Любой пользователь В этом зале Имеет десятки Сотни Нет даже Малейших Оснований Считать Что ядерная энергия Как горила Будет получена И так Ученые Не верят Не проверяют Следующая часть Моргами Билл Гейтсового доклада Я хотел бы показать вам Некоторые Результаты Очень короткие Естественно Которые Выглядят Наиболее Прорывными Достижениями Мировой науки В 2013 В 2013 Естественно Возможно Главным Является Открытие Частицы Бозона Хиггса Частица Которая Придает Массу Семь Эстерным Частицам Которая Дополняет Скандартную Теорию И здесь Питер Хиггс Нобелевский Малейер На фоне Вот этого Замечательного Тронного Коллайбера Интересно Что Согласно Тем же Законом Науки Открытие Бозона Хиггса Не попало В список Журнал Science Как одно Из наиболее Значим Потому что Согласно Правилам Науки Он должен Быть опубликован Обсуждено И пройти Экспертизу Соответствующих Журналов Нет сомнений Что это По-видимому Правильно Но тем не менее Журнал Science Бозон Хиггса Не попал Следующий А вот Несколько Буквально Два-три По-моему Открытие Среди Тех Десяти Которые Выбрал Журнал Science Сразу Можно Сказать Что Области Которые Были Признаны Наиболее Быстро Разбирающимися Это Медицина И биотехнологии Это Космос И Это Материал Так вот Одним Из главных Достижений Считается Новый Подход к Иммуно Терапии Рака Он основан На том Что Не давить Опухоли Вот они Коричневые Здесь Нарисованы Какими-то Так сказать Соответствующими Активными Веществами А наоборот Активировать Иммунную Систему Которая Могла Бороться С Раковыми Образованиями Этому Под номером Одним Идет Открытие Далее Космос Которая Которая Движется В том числе Попадает На Нашу Землю В настоящее Время Суперновых Звезд Нет В нашей Галактике Но Они Были Их Наблюдали В 500-й Подарке Прага И Кетлер И Существенно Здесь Что Практически Большая Часть Элементов Которые Находятся На нашей Земле Это Результат Взрыва Суперновых Звезд То есть Фактически Происхождение Жизни По крайней мере Неорганической Части Это Суперновые Материалы И здесь Я обращаю Внимание На то Что Выделены В качестве Особенной Перспективных Материалов Так называемые Перовскиты Это Материал Для Солнечных Батарей Которые В настоящее Время Рассматриваются Как Наиболее Перспективные Солнечные Батареи Делается Из Кристаллического Кремния И Этого Диограмма Показывает Таким образом Растет Мощность По годам Соответствующих Батарей Вот Эволюция Батарей Которые Основаны На Кристаллическом Кремнии На Аморфном Кремнии Это На Органических Красках Различного Рода А вот Эта Кривая С наиболее Высоким Подъемом Это Использование Пероцкитов Хочу напомнить Что Пероцкиты Около 15% Солнечной Энергии В электричество Всего Четыре года Это Было 3,8% Теперь Давайте Обратимся К тем Работам Которые Мне кажется Являются Существенными Для Нашего Университета Пожалуйста Ну Для Начала Немного Из Тех Рейтингов Которые Официанируют Наш Университет Вот Рейтинг Эксперт РАН Которые Считаются Тюрьм Райм Нашим Российским И Шестое Место Нужный Федеральный Университет Занимает По науке Вот Данные Мониторинга Здесь Опять-таки Наш Университет Выглядит Неплохо И по науке Если вы Посмотрите Показатели Которые Дает Наша Университет Которые Промжируемые По методологии Этого Мониторинга Значительно Восходят Средние А вот Интересные Данные Некоторые Из них Новые ЮФУ В рейтингах QS СИР Интерфакс Ну Известно Так сказать Наши достижения Университет Вошел Наконец Седьмую Сотню А вот Новый Рейтинг Возможно Еще Так сказать Не очень Хорошо Известный Это Рейтинг Того же Которые Саймонс Для Стран Брикс И Здесь Наш Университет Занимает Достойное Положение Кстати В этом Брикс Университет Китай Чайни Си Это Чайни Восемьдесят Девятое Место Среди Российских Кузов Шестнадцат Но Не забываем Что Чисто По научному Наиболее Строгому Рейтинг Расхемат И Второй Тысяча А вот Тоже Недавний Новый Рейтинг Это Проведение Интерфаксом Это Рейтинги Для стран СНГ Грузии Латвии Литвии И так далее Ну и Вот Можно Видеть Что По науке Как раз Наши Показатели Удачно Хороши Методология У всех Таких Рейтингов Примерно Везде Одинаковая Это Методология Кюэс Где Главное Это Академическая Репутация Где Наука Наверное Половина Ну и Цитирование То есть Еще Тоже 20% Что же У нас Выделяется Естественно Это Химики Физики Материаловеды Инженерные Науки Если Мы Возьмем Это Данные Нашего Управления За Прошлый Год Они Мало Извинились Посмотрел Также Данные По Web of Science Поскольку У нас Ориентирует Президент Именно На Показатели Тонс Трикуются Или Отмечаются В этих Базах Данных Погодам А это Цитирование Как видите Цитирование У нас лежит Неплохо Я имею ввиду Его Революцию А общее Число Цитирования За последние 20 лет Это 28 тысяч Это Очень Неплохо На фоне Остальных Российских Университетов Далее А вот Это Данные Web of Science Которые Тоже Распределение По Областям Знаний И опять Таки Химия Физика Наука Математика Астрономия 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 Аинженерная Наука Это То Что Делает Наш Университет Достаточно Высокопротивным Хотел бы Обратить Внимание Что Здесь Появляются И психологи И физиологи Это Единственное И физиологи Они Не совсем Гуманитарии В душе Хотя В душе Я понимаю Но Психологи Это Чистые Гуманитарии И Вот То Что Они Здесь Появились В Свои Сами И Несколько Пожалуйста Следующий Слайд Да Ну Вот Поскольку Свой Доплата Если Вы Прогину Внимание Я Добавил Слово Проблемы Проблемы Есть Вот То Как Выглядит Наша Публикационная Активность На фоне Других Ведущих Федеральных Университетов А Их Всего Четыре Это Уральский Естественно Самый Сибирский И Зелененькая Это Наша Публикационная Активность Велинца Красненькая Это Web of Science Синенькая Это Скопус Мы Довольно Сильно Проблемы По Скопусу В основном За счет Внутренних Грамм Которые Были Объявлены И Если Прогнем С тем Что Было Адмирация Но Нетрудно Заметить Что Уральский И Канадский Уральский Продвигается Ночень На Более Быстрый Тех Здесь Мы Отстаем И Если Не Принять Меры Крайне Противоположные Витаму О чем Говорил Вчера Проект Тартужиков Если Не Принять Такие Меры То Мы Упадем На Чем На Следующий Сайт И Теперь Я Хотел Вы Показать Несколько Работ Которые Мы Можем Считать Достижения Возможно Особенно Существенными Являются Работы Которые Проверены В лаборатории Профессора Солдамброва Научно-образовательный Центр Это Мегагрант Который Получен Впервые В нашем Университете Совместно С Профессором Из Турина Карл Ландерт Он Кстати Химик И Эти Работы Связаны С тем Что Ландерт Изучают Так называемые Циолиды Это Очень Преесные Користые И органические Материалы Которые Могут Быть Модифицированы Довольно Широко А Вклад Наших Физиков Состоит В том Что Удалось Очень Тщательно Исследовать Локальную Электронную Структуру Провести Определенный Компьютерный Анализ И Состоит Некоторые Корреляции Которые Позволят Подходить Направленным Образом К улучшению Свойств Эти Материалы Это Очень Серьезное Достижение 90 Миллионов Правительства Добавляет Наш Университет Немалую Толику И Я бы Сказал Что Это Оптимальный Результат Который Достигнут В результате Интеграции Учебной И научной Работы На Университете На Научно-образовательный Центр Долго На Существующий Это Заслуга Александра Ильича Солдата Хотел бы Отметить Другой Научно-образовательный Центр Нанотехнологии Южного Федерального Университета Это Один из Лучших Центров У нас В стране И Я Обратил Внимание На Работу Которая Была Объявлена Техническая Физика Флеша Агель Смирнов Коломейцев И Здесь Очень Интересные Переходки Следований Так Назваемых Мемлистеров Мемлистер Это Новый Элемент Вообще Новый Элемент Электрических Цепей Которая Позволяет Хранить Информацию Не В форме Заряда Как Это Флеш Система Делается А В форме Сопротивления То есть Некоторые Материалы Запоминают Ток Прошедший Через Них Вот Элемент Памяти И То Что Сделали Наши Катанрогские Коллеги Это Показали Что Вот Такой Вот Эффект Он Очень Важен Потому Что Мемлистер Это Аналог Лирона И Мемлистер В будущем Возможно Будут Так Или Иначе Основан На Мемлистер Так Вот Этот Эффект Можно Получить На Бангут Написан На Пучках Правильно Ориентированных На Трубах Реконфигурируемая Вычислительная Система АВС Создание Которого Руководит Эффект Станген Поляев Это Совершенно Фантастическая Производительность И скорость 10-15 Это Сфента На Число Атераций В секунду Это Система Которая Уже Прошла Приемное Испытание Которая Основана На Программированных Логических Интегральных Схемах И Область Применения Я Назвал Здесь Только Некоторые Это Решение Задач Для Кодирования В реальном мире Телевизионного Сигнала Это Очень Сложная Задача И Только Такого Сорта Вечеринговой Системы С Огромной Скорострельностью Могут Заглубов Это Обнаружение Решающих Расчет Проекторий Движения Космических Объектов И Это Естественно Та Область Которая Наша Университет Сына Катрица Работа Усилена За счет Телевого Много Компьютера Работа Профессора Миняева Молодая Решение Кокурента Вся Органика Основана На том Что Атом Углерода В молекулах Органических Соединений Имеет Тетраэдрическую Структуру В течение Многих Вет Мы Занимаемся Тем Что Ищем Соединение Которых Углеродный Атом Был бы Не Тетраэдрический А плоский Полуплоский Литераридальный И вот Расчеты Которые Чем-то Долго Время Проводились Показали Что Такие Системы Могут Существовать Это Не Просто Забава Потому Что Соединение С Такими Структурами Обладает Уникальными Свойствами Например Отрицательным Эффектом Болосона И Многими Другими Интересными И Недавно Наши Японские Коллеги С Которые Мы Сотрудничаем Существует Эта работа Публикована Наиболее Престижным Химическим Журнале Американского Химического Общества Сделали Совместную Заявку И Совместный Проект В этом Году Адобе И Следующее Слово Хотел бы Отметить Очень Интересную Работу Наших Биологов Института Биологии Это Доцент Лосенко Владимир Царкенчий Профессор Лардуня Татьяна Викторовна Они Изучали Механизм Фотосинтеза Лепестках Петуньи И Показали Это Кстати Очень редкий Случай Когда Это Не единственное Но Тем не менее Что Фотосинтез Как раз В этих Лепестках Осуществляется Не по Стандартному Механизму Который Предполагает Участие Ахморофил А А А А А Механизм Участвует Такого Сорта Грекозили Рацианы И В данном Случай Не требуется Кислорода Для того Хочу отметить Что Работа Была Публикована В журнале Scientific Reports У него Неплохой Фактор Около Трех И Этот Журнал Относится Один Из Восьмидесяти Которые Публикует Nature Павлышен Круг Это Конечно Не Nature Но Это Очень Хороший Шаг На пути В этот Доплан Далее Теперь Немного О Больше О проблемах Наука Технологии Инновации России Как Выглядим Мы Страна Как выглядит наша наука Как она представляется Отсюда С них Вот Эта Табличка Которая Составлена По материалам База данных Организации Экономического Содействия И развития Показывает Что наша страна Она по своему Потенциалу В общем Находится На шестом месте Но по уровню Затрат На науку ВВП Это 28 место Это там Где Генгрия Польца Всего 1% А сейчас Несколько Меньше Всего Происходящих События Внутренние затраты На гражданские Исследования Разработки В расчете На одного Исследователя Это по данным Материалов Которые Собранные Сыном США и Канады Академиком Роковым Посмотрите Россия На одного Исследования Тратит 75 тысяч долларов Это Где-то Около 2 миллиона Но это С учетом Всех Коммуналок Зарплаты И так далее Это ничто По сравнению С тем Что Тратят Ведущие Страны Расходы На неохот На душу Населения Россия Занимает 34-е место Вместе И Хочешь Не хочешь Нужно признать Что Уровень Науки И Ее Эволюция Определяется Очень Значительно Если не Лежащими Ими Затратами Которые Государство Готово Платить И Взгляд На Проблемы Российской Науки Со стороны Вот Это Вот Такой Глобальный Отчет Томпсон Рейферс Который Сочетает Базу Там Российская Исследовская База Имеет Проблему И Она Показывает Очень Маленький Знак Для Ее Решения Ну Я Привожу Так Дословно Россия В течение Долгих Лет Была Лидером В И Интеллектуальном Мышлении Во всей Европе И В мире Она Была Так Долгая Что В настоящее Время Это Может Встречено Не Только С Удивлением Но И Шоком Видеть То Насколько Малы И Насколько Мала И Сжимаема Та Доля Мировой Активности Так же Как Реальное Истощение Время Внутренней Силы Это Независимые Эксперты Томпсон Горейтамс К сожалению Пишут Оно Состояние Нашей Науки А вот Здесь Тоже Очень Интересно Из Журнала Scientific Reports Из Группы Nature Посмотрите Что Они Сделали Значит Это Речь идет Здесь Про Цитирование Нашей 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 Хочешь Не Хочешь Но Она Во Всех Нормах Существует Как Один Основных Формальных Показателей Развития Науки Вот Здесь Глубина Отраски Соответствует Количеству Эффективных Кроме Того Они Придумали Еще Такую Схему Кстати Основанную На Хорошей Статистике На Математической Модели Что Если Страна Развивается Ее География Географическая Карда Она Деформируется В большую Сторону И наоборот Если Наука Не развивается То Происходит Сжимание Ну Как Видим Наиболее Глубоко Окрашены Соединенные Штаты Германия Выглядит Очень Неплохо Подокрашивается Китай А Вот Посмотри Что Происходит На Еще Один Интересный Тоже Можно Мне кажется Слайд Который Показывает Данные Из Организации Которая Определяет Так называемые Всемирные Индексы Инноваций ВИИ Это Вот Этот Самый Глобальный Инновационный Индекс Который Делает Организация Вот Здесь Все Страны Разберены На Три Группы Преуспевающие Вот Они Показывают Здесь Страны Обучающиеся Которые Развивают Инновации Кстати Волгой И Страны Отстающие Вот Она Россия Северный Индекс Инноваций Я не Очень Знаю Как Рассчитывается Но Рассчитывается По Видимо Достаточно Нагеративно И Мы Должны Признать Что Здесь На Очень Невысоком Месте И Связано Это С Тем О Чем Постоян Говорится Что Главная Беда В нашей Науке Это Ее Не Востребовалось Государство Не Ставит Перед Наукой Серьезная Задача А Мы Прекрасно Знаем Что Когда Эти Задачи Ставились Именно Наука Решала Одним Словом Написано Здесь Примерно То Что Катар Будучи Чезвычайно Богатой Страной Отстает Именно Потому Что Все Его Усилия И Затраты Направлены На Серьевое Производство Ну и Для Развлечения Об Инновациях Журнал За Игонамист Кстати Переводится По-моему У нас Недавно Такую Вот Картинку Нарисовал Дело В том Что Когда Мы Говорим Об Инновациях Мы Нужно Понимать Что Такое Инновация А В Хорошем Управлении Инновация Это Основанная На Интеллектуальной Собственности То На Реальном Фундаментальном Открытии Деятельность Которая Приносит Реальный Финансовый Эффект И Создает Рабочие Места Ну и За Иконами Станализируя Те Инновации Которые Имели В Последнее Время Ставят Вопрос Сможем Либо Иметь Еще Что Подобное По Эффективности По Инновации Как То На Чем Мы Вопросили Вот Долгосрочный Прогноз Научно-технологического Развития России Это Материал Который Имеется В нашем Текторате Это Недавно Высшая Школа Экономики Минобор Науки Институт Статистики Собрав Очень Большое Количество Экспертов Представил Вот Те Направления Которые 2030 Голи Должны Развиваться Информационно-коммуникационные Технологии Новые Материалы Технологии Рациональное Прородопользование Транспортные Космические Системы Меркоэффективность Идар Бережей И Вторая Публикация Значительно Более Обширная Чем Это Пожалуйста Славь Это Те же Самые Источники Винопор Науки И Высшая Экономики И Социатистики Как Выглядел Долгосрочные Приоритеты Прикладной Науки В России Все Исследования Были Классифицированы И Определенным Присновали Следующие Вот такие Означки Значит Для исследований Где имеется Отставание Упрата Научных Школов Их Оказалось Более 30% Задены Возможного Развития Разлучаются Вот таким Образом Повторяю Что это Есть В интернете Никто С этим Познакомиться Полностью Там Страница Если Наличие Перспективных Коллективов Все Таки Многие Направления У нас Попадают В интернете Соответствие Мировому Орду Лидерство Ну И Лидерство Существует Только Две Области Из Всего Что я Скорее Делал В этой Книге Где мы Являемся Достаточно Хорошим Уровом Это Вот Одно Из Направлений Клеточных Технологий Которая Основана На Моделировании Компьютерно-модоклеточных И Неклеточных Сигналных Путей Экспериментальное Вырепление Узловых Молекул И Критических Состояний И Особенно Мне понравилось Это Вот эти Композитные Материалы Для Дентальных Процессов Здесь Мы Являемся Абсолютно Мировым Лидером Ну И Последнее Уже Так сказать Праздничное Пожалуйста Я То есть Последнее Время Когда Происходила Реформа Российской Академии Наук Создались Разные Клубы Клубы 7 июля Собрания И так далее И Особенно Популярно Было Были стихи Вот этого Барда Тимура Шау Он Кстати Выраженец Кавкана Из Черкеска И И Пизическое Образование И я приведу вам Один Куплет Который Особенно Был Популярен На этих Собраниях Пожалуйста Здравствует Наука Плесни за Скорость Звука За Менделеева За Клубер И пусть Цена Ватога Нашим Крикопейки Меняйте Гимз А вон Устан Историй Вклад На площадь Круга Ныне Плесна И на Мете Упрямо Всем Назло Пи Р Квадрат Здравствует Наука Аплодисменты